В эфире новости в студии Виктор Тихонов. Здравствуйте! О самом важном к этому часу расскажем в нашем выпуске. В Владимирской области устраняют последствия непогоды. Гроза со шквалистым ветром обрушилась на регион накануне вечером. Из-за стихии обрывались провода и падали деревья на городских улицах, парках и скверах областного центра. На время бесцвета остались несколько населенных пунктов в Судогодском и Сузырском районах. В сценарии Владимира на Октябрьском проспекте с жилого дома сорвало крышу. Очевидцы разместили в социальных сетях видео с летящими на ротуар и проезжую часть листами железа. Сейчас упадет она, полетела. Жесть, сейчас на кого-нибудь упадет, на людей. По счастливой случайности в этот момент на улице не было прохожих и никто не пострадал. Специалисты закрепили участки кровли. В ближайшее время управкомпания проведет ремонтные работы. На данный момент пострадавших никого нет. Протечек тоже удалось избежать. Мы сейчас временную гидроизоляцию произведем для того, чтобы закрыть место, открытое, без металла. Для того, чтобы в ближайшую неделю к работам приступил подрядчик уже по ремонту, полной замене стропильных конструкций и обрешетки, и, соответственно, кровельного покрытия. Ураганный ветер срывал шифер из дома на улице Большой Московской. В городе повалило около 20 деревьев. Они перегородили несколько участков дорог. По официальной информации, пострадало два автомобиля. Больше всего деревьев шквалистый ветер повалил в Патриотическом сквере на Спасском холме улицы Мира и Октябрьском проспекте. Из удара молнии вышла из строя часть оборудования Судогодского водозабора. Возникли перебои с водоснабжением на верхних этажах многоэтажек. На данный момент проблема полностью устранена. Городские коммунальные службы продолжают вывозить с улиц опавшие ветки и поваленные деревья. Ведутся уже остаточные работы где-то по уборке веток, листвы и так далее. Во дворах, там, может, где-то на обочинах, значит, провода все расчищены, электро подается, транспорт ходит, вода подается, газ подается, город живет в нормальном ритме. И, как бы, сейчас, будем так говорить, ведутся такие, ну, остаточные работы по уборке уже, ну, уже в вторую очередь последствий. То есть, все там, где некритично. Все, что надо было сделать, вот, как бы, в первые минуты, все было сделано своевременно. Промедление со сносом гостиницы «Панорама» во Владимире привело к уголовному делу. Его инициировала прокуратура после проверки. Ведомстве посчитали, что судебные приставы не предприняли всех необходимых мер, чтобы снести незаконно построенное здание. Уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность». Владельцы гостевого дома в центре Владимира по решению суда должны были снести строение еще четыре с половиной года назад. Но собственники делать этого не спешили. Судебные приставы, исполнители, по данным прокуратуры, ограничились лишь выходами на место, привлечением должников к административной ответственности и установлением запрета погибать территорию России. На снос здания эти меры владельцев не мотивировали. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры. И к другим темам. Решать наболевшие вопросы и выстраивать стратегию развития Владимирской области можно только общими усилиями, считают общественники. В 33-м регионе начала работать инициативная группа поддержки в Рио губернатора Александра Авдеева. Накануне с ее представителями встретился глава региона. Кто входит в состав группы? Подробнее в материале Татьяны Гордеевой. Студенты, которые заканчивают хореографические отделения, сюда не очень-то возвращаются. Проблемы в сфере культуры, нехватка кадров в больницах и ФАПах, поддержка бизнеса, доступная среда для инвалидов. На встрече с главой региона общественники обсуждали острые вопросы. Многие из них годами не находят решения, говорят люди. Нельзя ли отдельной строкой выделить как раз обеспечение доступной среды и включить в этот пункт не только социальную сферу, но и проектировщиков, архитекторов, строителей? Потому что предусмотреть и построить правильно гораздо легче, чем потом перестраивать. Я думаю, мы потихоньку это все воспитаем. Сам обращаю на это внимание. Спасибо Андрею Станиславовичу, спасибо строителям. Они потихоньку будут перестраиваться. Быстро может быть нет, потому что инфраструктура построена, она со временем только обновляется. Но там, где я прям замечаю своими глазами, я тут же стараюсь, ну не в порядке замечания, а в порядке предложения. Давайте поправим. Региональная группа поддержки в Рио губернатора Александра Авдеева создана по инициативе общественников. В нее вошли более 150 человек, как из Владимира, так и районов области. Это представители промышленных предприятий, образования, медицины, некоммерческих организаций. Задача группы – формирование предложений по развитию региона. Все эти предложения, которые мы соберем, будут обсуждения, будут экспертные площадки, будут встречи, в том числе с общественностью, с муниципальным уровнем, лягут в основу областной программы. На встрече шла речь и о развитии экономики. Представители бизнеса отмечают, что у многих из них с администрацией области уже выстроен конструктивный диалог. Мы проводили на площадке торгово-промышленной палаты несколько встреч. В ходе обсуждения рождались предложения, решения, они уже отчасти реализованы. Это можно говорить о комитете по предпринимательству в сфере туризма на базе палаты. Губернатор тоже принял решение освободить частному изъятного органа и движимости. Глава региона отметил, важно, что жители из разных сфер деятельности принимают живое участие в решении проблем области. С тем, что долго копилось, не всегда можно справиться сразу. Иногда нужна длительная работа на перспективу, в том числе и на законодательном уровне, считает Александр Авдеев. Я благодарен, что люди готовы как раз работать в долгосрочной перспективе, потому что только сообща и видя проблемы одинаково, с одинакового ракурса и двигаясь в одном направлении, можно достичь того результата, который мы все ждем, ждут жителей Владимирской области. Члены инициативной группы продолжат работу. По их мнению, главная задача сейчас – определить приоритеты в развитии нашего региона. Вопросы, которые волнуют большое число людей, должны быть решены в первую очередь. Татьяна Гордеева и Сергей Власов. В этом году в регионе отремонтируют 12 учреждений образования, школ, детских садов и колледжей. Из областного бюджета на эти цели выделено более 280 миллионов рублей. Планы по ремонту были увеличены. Среди объектов – гимназия номер 35 города Владимира, школа в Гороховецком, Киржачевском районах и в Муроме. Глава региона распорядился с выполнением работ не затягивать, ведь впереди начало учебного года. Потребуется хорошая координация работы на муниципальном уровне департамента. И важно исполнить срок и с хорошим качеством, потому что школы нуждаются в ремонте. Слава Богу, мы изыскали средства в бюджете для того, чтобы не откладывать на 2023 год эти ремонты. За клумбы из покрышек штраф. 4 тысячи рублей заплатят садоводы-любители за цветники из старых шин. Украшать ими полисадники нельзя. Новый закон запрещает использовать покрышки в садоводстве. Причина – высокая токсичность такой резины. Чтобы избежать наказания рублем, чиновники просят владимирцев сдавать шины в спецпункт на Добросельской 230. Нужно ли платить за услугу и где будут перерабатывать габаритный мусор, выяснили мои коллеги. А это вот, я не знаю, какие цветочки. Все какие дают соседям, такие сажают. Окнами в сад стоит дом на Лермонтово по клумбам. Главное здесь не на Минина. Этот полисадник ее отдушина, но хобби оказалось вне закона. Не знаю, нам жалко, например. Вот как вот это? Я вытащу клумбочку вот этого всего. Как что, все зарастет, все вместе будет? Не знаю как. Мешают вовсе не цветы, а клумбы из старых шин. По закону им здесь не место. За этим строго следят в управкомпании. Иначе штраф максимальный 50 тысяч рублей. Оказывается, покрышки так же токсичны, как и звездковый раствор. Выход один – утилизировать их. Действительно, резиновые покрышки, колеса, считаются какой-то там четвертой группой опасности. Они долго гниют. Ну, в общем, как бы они считаются опасными для природы. На сегодняшний момент есть требования администрации города, что мы действительно должны их убирать. В этом жилищникам помогают волонтеры. И не только на придомовых территориях, массовых зонах отдыха тоже. Делаем это для того, чтобы эти шины не загрязняли окружающую среду. В Добросельском парке генеральная уборка. Увести нужно около сотни старых шин. Ребята из команды «Добро в добром» спешат. Работы под палящим солнцем предстоит немало. Здесь у нас просто был картинг-клуб, стоял у нас в аренде. Сейчас он съехал, а покрышки остались. Нам пришлось заняться уборкой этих покрышек. Всего около тысячи штук. Чтобы вывести все, волонтерам потребовалось пять грузовиков. Последняя шина и парковая зона очищена. Волонтер Александр Волков убежден, такие экоакции необходимы. Тем более, когда есть специальный пункт приема. Открытие пункта для нашего города на самом деле очень важно. Потому что даже когда мы перебываемся, как простые автомобилисты, с зимы на лето, с лета на зиму, встает вопрос, куда девать эти покрышки. Теперь этот вопрос закрыт. Во Владимире на Добросельской 230 можно сдать шины бесплатно и в любом количестве. Их отвезут на завод в Московскую область. Там покрышки переработают в резиновую крошку. Она используется при производстве покрытий для спортивных и детских площадок. И уже в этом месяце мы заключили дополнительное соглашение о том, что те предприятия, организации, которые сдают сюда покрышки, они получают справку о том, что эти покрышки сданы и тем самым освобождаются от части платежей за негативное воздействие. То есть они эту справку прикладывают к отчету 2ТП-отхода, где отражены все отходы, которые сдают предприятие. Заказать справку о сдаче покрышек просто. Нужно позвонить по телефону. Меньше чем за месяц владимирские бизнесмены-авторюбители уже сдали более 110 кубометров старых шин. Если их правильно не утилизировать, то в естественных условиях они будут разлагаться почти полтора века. Ольга Лефимова, Наталья Изобнина и Андрей Беляков. В Владимире в загородном парке прошли соревнования спасателей. Победители выбирали в категориях лучший пожарный, лучший начальник караула и лучший диспетчер. Первая часть теоретическая. Спасатели в формате тестов продемонстрировали знания в области тактической и технической подготовок. Задания включали вопросы об охране труда, организацию пожаротушения и правил оказания доврачебной помощи. Практический этап соревнований состоял из челночного бега, подтягиваний и отжиманий. Звание лучший начальник караула получил сотрудник из Везняковского района. Начальник караула несет ответственность вообще за весь караул. Как бы и за бойцов, и за подготовку, и за техникум, за все. Как бы ответственность увеличилась. Ну, соответственно, как бы и обязанности увеличились там. Ну, такая. Вроде еще, как бы, позволяет еще здоровье, как бы, и силы есть. Так что еще надо, вроде бы, и людей хочется чему-то научить. Что сам, как бы, умею. Уж достигнут, я не знаю, чего достигнут. Но и людям, как бы, помогать, пока есть здоровье. В этом году в программу конкурса были включены состязания по боевому развертыванию. В них принимает участие караул в полном составе. Задача по команде «Старт» – выполнить сбор по тревоге, проложить рукавную линию, подняться в учебное окно и подать ствол натушения. По итогам соревнований звание «Лучший диспетчер» получила Анастасия Аксенова из Мурома. А лучшим пожарным стал спасатель Сергей Ашин. Ну, мне кажется, эта работа такая важная и ценная сама по себе. То есть, несешь людям, не знаю, помощь. То есть, она каждый раз разная. То есть, нету никаких каких-то определенностей. То есть, она всегда нестандартная позиция. До 15 августа жители региона могут подать заявку на участие в общероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор». Он проводится под эгидой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и компании «Фонд развития территорий». Конкурс проходит по нескольким номинациям. Среди них «Самый дружный дом», «Лучший подъезд» и «Лучший двор». Конкурсные материалы принимаются в электронном виде. Заполнить анкету нужно на сайте. Экспертная комиссия рассмотрит представленные заявки до 5 сентября. А после подведет итоги отбора. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Упуски новостей доступны на нашем сайте, а также на YouTube-канале. Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить важные новости. А если вам нужна наша помощь, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. А я с вами прощаюсь. Вечерний итоговый выпуск новостей смотрите ровно в 19.00.